Что ж, сегодня мы должны продолжить наше с вами чтение, и как и в прошлый раз, я хотел бы начать с краткого суммирования того, что было в прошлый раз, в смысле, что было у Аристотеля. Аристотель начинает обсуждать три типа людей. Те, которые сами могут в познание, те, которые способны слушать тех, кто может в познание, и те, которые не способны слушать тех, кто может в познание. Этим трем типам людей соответствуют три образа жизни. Образ жизни черни, или скота, или гой-полой. Образ жизни политического человека, и образ жизни созерцательного человека. Все эти три образа жизни, потому что есть некий четвертый образ жизни, или, по крайней мере, есть образ жизни, который претендует на то, чтобы быть четвертым. Экономический образ жизни. Но Аристотель отрицает его и говорит, что либо вы зарабатываете деньги для того, чтобы жить, как скот, либо вы зарабатываете деньги для того, чтобы уйти в политику. Он не говорит о том, чтобы зарабатывать деньги, чтобы уйти в созерцание. И в политике объяснено, почему сверхчеловек не зарабатывает денег. Он получает их каким-то другим образом. Подумайте об этом немного иначе. Для того, чтобы зарабатывать деньги, нужно быть частью политического сообщества. Но сверхчеловек не может быть частью политического сообщества. Когда Аристотель отрицает четвертый образ жизни, он говорит, что в соответствии с тремя образами жизни существует три представления о благе, слэш, счастье. Он говорит о благе и счастье, потому что теперь это считается одним и тем же. Три представления очень простые. Скотт думает, что благо, слэш, счастье заключается в телесных удовольствиях. Политики или люди, жаждущие прекрасного, слэш, благородного, думают, что счастье заключается в чести. Аристотель ничего не говорит о том, что думают по поводу счастья люди созерцательного образа жизни. Однако мы с вами забежали аж в десятую книгу, чтобы увидеть, что созерцательный образ жизни связан с удовольствием. Но только это не то удовольствие, или, по крайней мере, не телесное удовольствие. Аристотель в соответствии с целью книги и в соответствии с целевой аудиторией книги начинает рассматривать только политический образ жизни и, соответственно, цель политического человека. И говорит, посмотрите, пожалуйста, политический человек утверждает, что счастьем или благом, и, соответственно, целью его деятельности является честь. Давайте, говорит Аристотель, рассмотрим честь повнимательней. Ведь под честью он понимает почести, оказывая ему со стороны других людей. Это логично. Хорошо, говорит Аристотель. Но эти почести все понятно. А со стороны каких людей? Неужели он жаждет почестей со стороны черни? Нет. Он жаждет почести со стороны других хороших людей. Но что это за хорошие люди? Это добродетельные люди. Это очевидно. А что могут прославлять? Что может находиться в чести у добродетельных людей? Только добродетель. Следовательно, политический образ жизни предполагает, что счастье – это не честь. Счастье – это добродетель. И благо – это добродетель. Учитывая, что мы знаем план первых пяти книг и знаем примерно о чем вообще этика, мы понимаем, что Аристотель четко метит в целевую аудиторию. Только она думает, что счастье – это добродетель, и, соответственно, только для нее должна обсуждаться добродетель. После этого Аристотель переходит не к обсуждению общепринятых мнений, а к обсуждению мнений его заклятого друга Платона. Платон говорит о том, что существует некое благо само по себе, идея блага. И Аристотель должен отринуть или опровергнуть эту идею. Что он и делает. Сначала говоря, что идеальные объекты, с которыми мы можем иметь дело, а именно треугольники и цифры, не могут быть идеальными объектами, потому что они способны повторяться. Затем, что идея, как класс вещей, как некое обобщение, как род, не может витать в облаках, а должна воплощаться в реальности в виде конкретной формы. И эта форма всегда материальная форма. Наконец, он переходит к обсуждению приставки «само по себе». И делает вывод о том, что приставка «само по себе» не может значить ничего. Человек ничем не отличается от человека самого по себе. Но он не останавливается. Это мы остановились. Аристотель на самом деле продолжает критику Платона. Вероятно, убедительнее рассуждения пифагорейцев, которые помещают единое в один ряд с прилагами. Им, очевидно, следовал также Спевсиб. Но это должно быть предметом особого рассуждения. Да. Почему это должно быть предметом особого рассуждения, нам понятно. Потому что Спевсиб – это потомок Платона, какой-то его родственник, который унаследовал школу Платона. Аристотель не унаследовал школу Платона, и он очень дико злится, потому что после того, как он не унаследовал школу Платона, Спевсиб его оттуда выгнал. Известное сомнение в сказанном возникает потому, что суждения платоников имели в виду не всякое благо. Как соответствующие одной идеи определяются благопривлекательные и желанные сами по себе. Да. Аристотель продолжает исследовать. Итак, удовольствие не может быть тем самым благом, о котором мы говорим. Потому что ближе к идее блага только блага, которые желанны сами по себе. То же, что их создает или охраняет, или препятствует тому, что им враждебно, определяется как благо из-за этой отнесенности. То есть в другом смысле. И на местороме есть два типа благ. Благи сами по себе и блага, которые ведут к благам самим по себе. Ясно, что о благе тут говорят в двух смыслах. Одни блага – это блага сами по себе, другие – как средства для первых. Потому, отделив блага сами по себе от вспомогательных, посмотрим, можно ли определять первые как объединенные одной идеей. Аристотель говорит, хорошо, давайте мы откинем вспомогательные блага и посмотрим только на самые высокие типы благ, которые нам доступны. Ушани-то точно должны объединяться одной идеей. Какие же блага можно полагать благами самими по себе? Те ли, что преследуются, хотя бы к ним ничего не добавлялось, скажем, рассудительность, зрение, определенное удовольствие и почет? Заметьте, удовольствие и честь. Но это не телесное удовольствие, а определенное удовольствие. В самом деле, даже если мы преследуем из-за них чего-то другого, все равно их можно относить и к благам самим по себе. Или же ничто иное, кроме идеи, благо самого по себе не есть благо само по себе. Да, значит, у нас есть блага, которые желаны сами по себе. И у нас есть идея блага самого по себе. Сейчас Аристотель нанесет удар в обе точки. Но тогда эта идея будет бессмысленной. Если благо само по себе – это только идея сама по себе, то идея блага самого по себе не имеет никакого смысла, потому что тогда это благо недостижимо и не может быть достижимо. А если и те, названные выше блага, относятся к благам самим по себе, тогда во всем этом понятие блага вообще должно будет выявляться как тождественное, подобно тому, как понятие белизны тождественное для снега и белил. Между тем понятия почета, рассудительности, удовольствия именно как благ различны и не совпадают друг с другом. Да, значит, говорит Аристотель, у нас остаются эти доступные нам блага сами по себе. Но если все они блага сами по себе, значит, они все должны быть одинаковыми. Значит, они все должны содержать в себе одно и то же. Как, например, белило – белые и снег – белый. Они содержат в себе белое. В чем логика вообще этого заявления? Почему блага сами по себе должны обязательно быть прям какими-то умственными? А иначе как мы объединяем их в один класс вещей? Ну, господи, ну как красиво может быть и здание, и цветок, но это они мало чем вообще схожи, но они красивые. Именно поэтому редко кто говорит о том, что здание красивое. Не знаю. Ну, хорошо, бывает красивый цветок, и бывает красивая женщина. Вы хотите сказать, что… И это аргумент Аристотеля против Платона. Вы хотите сказать, что они объединены идеей красоты? Я на городе хочу сказать, что это нужно быть объединено. То есть просто красивые могут быть разные категории вещей, какие-то выражения, высказывающие. Вот именно это и есть аргумент Аристотеля против Платона. Если мы берем белый снег и белую стену за вашей спиной, мы можем сказать, что они объединены тем фактом, что они обе белые. Но если мы берем блага сами по себе, зрение и рассудительность, например, мы не можем найти между ними ничего общего. С точки зрения Платона искать нужно, потому что и то, и другое мы называем благами. Платон считает, что тот факт, что мы видим многие моральные практики, различные моральные практики, означает, что ни одна из этих практик не может быть совершенной. Однако все эти практики могут быть построены в какую-то иерархию по тому, насколько они хороши или насколько они плохи. Но для того, чтобы иметь эту иерархию, мы должны с чем-то их сравнивать, мы должны иметь эталон. Этот эталон и будет объединять все эти моральные практики. Например, идея справедливости может подсказать вам, если вы ее понимаете, насколько справедлив тот или иной закон, или то или иное отношение, или то или иное решение суда. Но таким образом Платон создает мир идей, мир чистых, незапятнанных сущностей. Аристотель приземленный философ, Аристотель мыслит обратно. Аристотель говорит, Платон задирает голову вверх, и в результате чего он не видит лучше у себя под ногами. Мы, говорит Аристотель, должны смотреть прямо в обратную сторону, мы должны смотреть сверху вниз. Но для того, чтобы сделать это, Аристотелю нужно уничтожить теорию идей Платона. Не потому, что она ему не нравится, а потому, что это одно из господствующих философских представлений его времени. Ну, приятно, что уничтожает, но самологика вот этого предъявления Платона вообще не везла. К Платону или Платона? К Платону. Судителю классно, там, ну, что там, среднее удовольствие, ну, да, пусть будет сами по себе, зачем искать их какую-то вообще связь. Между ними должна быть связь, ведь вы называете и то, и другое благом. Ну, фекалии тоже относятся к человеку, вы же не называете их благом, правильно? Там ногти отрезанные тоже к человеку относятся. Ровно как и плохие поступки к человеку тоже относятся. Несправедливость тоже относится к человеку. Но вы же не хотите сказать, что существует идея несправедливости. На самом деле все эти блага не связаны между собой, а значит, они все являются благами самими по себе и точка. Следовательно. Следовательно, благо как нечто общее, объединенное одной идеей, не существует. Нет связи между различными проявлениями блага, как есть связь между различными людьми, которые возводят нас всех к роду или виду человека. То есть мы можем всех людей возвести к одному единственному виду, а потом даже и к роду. Но мы не можем взять все блага, которые считаем высшими, и возвести их к единому виду, а потом даже и к роду. Это невозможно. В каком же тогда смысле говорят блага? Во всяком случае, не похоже, чтобы разные вещи случайно назывались одинаково. Да, но Аристотель не дурак. Он не сумасшедший. Он не собирается сказать, что между ними нет никакой связи. Он вынужден признать, что если что-то общепринято признается благом, и что-то другое общепринято признается благом, значит, между этими двумя вещами есть какая-то связь. Не в том ли дело, что все блага из одного источника или служат чему-то одному, или, скорее, они благами называются по аналогии. Так, например, зрение в теле, как ум в душе или что-либо в чем-то другом. Впрочем, сейчас эти вопросы все-таки следует оставить. Вы сразу должны, до того, как он закончит это предложение, ответить на вопрос, почему мы должны оставить это рассуждение? Потому что это для мудрецов? Конечно, потому что у нас не та целевая аудитория, чтобы обсуждать такие глубокие вещи. Учителя, законодатели и законодатели не нуждаются в серьезных объяснениях, почему теория идей Платона не работает, и чем ее можно заменить. Потому что никогда не будет такого закона, который бы имел отношение к теории. Впрочем, сейчас эти вопросы все-таки следует оставить, потому что уточнять их более свойственно другой части философии, так же, как все связанное с идеей. В самом деле, даже если есть единое благо, которое совместно вказывается для разных вещей, или же некое отдельное само по себе благо, ясно, что человек не мог бы не осуществить его в поступке, не приобрести. А мы сейчас ищем именно такое. Но Аристотель не просто отрицает, не просто говорит, ну, это для других частей. Он поясняет свою мысль. Это для других частей, потому что здесь и сейчас мы говорим о практике, о том, чего можно достичь. Идеи блага, даже если она существует, достичь невозможно, и реализовать ее невозможно. А значит, этика не имеет отношения к идеальному миру, только к действительному миру, только с миром, в котором можно работать, в котором можно что-то делать. Может показаться, что было бы лучше знать это благо само по себе, если иметь в виду те блага, которые можно приобретать и осуществлять. Ведь беря его за образец, мы лучше будем знать, что блага для нас, а зная это, сумеем их добиться. Хотя этот довод и выглядит убедительным, он, по-видимому, противоречит опыту науф. В данном случае искусств, там, эпистемы употреблено. Все они стремятся к известному благу и пытаются найти недостающее, однако не касаются познания блага самого по себе. Впрочем, непонятно, как это ни один мастер не знает такого подспорья и не пытается его найти. И Аристотель наносит еще один удар. Если бы благо само по себе действительно существовало, то очевидно, что всякая деятельность, раз она направлена на некое благо, была бы зависима от этого мира идей. Иными словами, если бы мир идей был нам необходим для того, чтобы прояснить какой-то конкретный предмет, является ли благим он или нет, то, о чем я только что говорил, да? То есть нам нужен эталон для того, чтобы мы могли понять, насколько практика справедлива, насколько закон Х справедлив. Если бы это было так, тогда ни одно искусство, ни один мастер, ни один ремесленник не мог бы начинать что-то делать до тех пор, пока он не исследовал бы идею блага. Но он никогда такого не делал. Аристотель указывает на простую разницу. Теория и практика – это абсолютно разные вещи. Для того, чтобы практиковать благо, не нужно знать чистую идею блага. И это еще один контрпоинт к платоновскому представлению или к платоновскому утверждению о том, что знание есть добродетель. Это вот похоже на то, что мы говорили о том, что человек знает, кто такой человек. То есть это как… Донаучное знание. Близко, но, может быть, не совсем. Я как раз хотел сказать вам. Смотрите, так как это учебник для законодателей и учителей-законодателей, мы должны опрокинуть засуждение о благе в политику и сказать себе, для того, чтобы вести себя добродетельно, отдельный человек не должен знать, что такое добродетель сама по себе. Это соответствует. Но он также не обязательно должен знать, что такое справедливость сама по себе. Чтобы вести себя добродетельно, он просто должен знать что? Он должен знать закон, потому что закон определяет его поведение. Должен знать закон и иметь сам по себе фроносис, чтобы прекрасно понимать, в какой момент закон позволяет ему широкий путь, а в какой момент не позволяет. То есть, грубо говоря, у нас есть закон о деформации, о клевете. Но когда вы называете, я не знаю, свою сестру дурочкой или своих друзей глупыми, это ведь явно не деформация, это явно не клевета. С другой стороны, у нас есть закон, запрещающий убийство. Но вы ведь не убьете своего друга и не скажете, ну это же то же самое, что с деформацией, правильно? Я же не серьезно, это было не серьезное убийство, ты же понимаешь. С одной стороны, нам не нужно знать, в чем заключается добродетель, потому что у нас есть закон, который проводит для нас путь. А с другой стороны, нам нужен фроносис, просто чтобы следовать этому пути. Но фроносис – это не добродетель, и фроносис не нуждается в идее фроносиса, да. Добродетель – это вот список, который нам давали на прошлую возможность. Да. Чувство юмора законно регулируется? Общение законно регулируется? Я не очень это понимаю. Просто там были конспекты, которые... Мы сейчас на перепутье, поэтому нам сложно. Ответ – да, конечно, и то, и другое регулируется законом. Но это не обязательно писанный закон. И то, и другое вполне себе регулируется традицией. Например, у нас за столом нельзя чавкать. Помните, с детства прям вбивали это – нельзя. А прийти в Японию, если вы не будете чавкать, все обидятся. Потому что чавка не означает, что это очень вкусно. Так вы хвалите повара. И нет ведь никакого закона. И снова, не чавкать – значит обидеть. Чавкать – значит супер похвалить. Но вы фроносисом решаете, сколько надо чавкать. И как громко. То есть вы, если еда не очень вкусная, вы так, ну, плям-плям-плям-плям. А если супер вкусная, вы прям, значит, там, свиньё, слюна не кустаиваете, разгласываете в виду и так далее. То же самое касается и чувства юмора. То есть недавно я получил письмо с деловым предложением от крайне серьезного человека. У него в деловом письме ко мне, как представителю Академии наук, ко мне, как кандидату наук, 10 смайликов и 4 слова капсом. Очевидно, что человек вообще не понимает, где он находится и что происходит. Но опять же, это не значит, что он нарушил закон, но он убил традицию этим. И это сразу показывает, что сколь бы ни было щедро и серьезное его предложение, с ним нельзя связываться. Это человек, который не понимает, что происходит и где он находится. А Сократ, который тоже прям нарушал традицию прямо. Сократ ведь не просто нарушал традицию, Сократ её уничтожал. Но вы же должны понимать, что Сократ – это незаконно послушный гражданин, к которому относится эта книга. Сократ – это философ. Не значит ли это, что законы ведут к деградации вообще? Нет, конечно. Если вы будете ставить в деловых письмах смайлики и писать капсом, вы должны страдать за... Вот он пострадал, я отказался. Ну, то есть человек, зная законы, он не сам идет по пути поиска добродетеля, а есть какие-то прописные истины, которым он просто следует. То есть он не сам идет... Здесь большинство людей не может само идти никуда. Мы говорим не о выдающихся людях, мы говорим о целевой аудитории политического искусства и политической науки. Но что выдающиеся люди, что обычные, должны следовать законам. И то есть они все равно идут по каким-то прописным истинам, то есть о которых не надо думать. Аристотель скажет, ровно как и Платон, что мудрецу не нужны законы. Мудрец сам понимает, как себя вести. Мудрец лучше законов, потому что он учитывает детали больше, чем закон. Но большинство не способно к этому. Для большинства нужны законы. То есть мудрец не нарушит законы не потому, что он с ними знаком, а просто в силу того, что он понимает, как себя надо вести. И наоборот, нарушит не потому, что боится наказания, а потому что знает, как нужно себя вести, как нужно поступить. Но если закон определяет добродетельность, то в таком случае этот человек, этот мудрец, он перестанет быть добродетельным. Именно поэтому мы заранее уже говорили с вами, что моральные добродетели не имеют никакого отношения к подлинной добродетели. Все они стремятся к известному благу и пытаются найти недостающее, однако не касаются познания блага самого по себе. Впрочем, непонятно, как это ни один мастер не знает такого подспорья и не пытается его найти. В то же время невозможно представить себе, какая польза будет ткачу или плотнику для их искусства, если они знают это самое благо само по себе. Или каким образом, благодаря уразумению этой идеи, врач станет в каком-то смысле лучшим врачом, а военачальник лучшим военачальником. Ведь очевидно, что врач рассматривает здоровье не так, то есть не вообще, а с точки зрения здоровья человека. И скорее даже здоровья вот этого человека, ибо он врачует каждого в отдельности. Будем считать, что об этом сказано. И Аристотель заканчивает. Платоновские идеи не применимы ни с точки зрения абстрактных искусств математики и геометрии, ни с точки зрения конкретных искусств врачевании и военачальния. Поэтому в нашем политическом искусстве и в нашей политической науке для подобных построений не может быть места. Вы видите, Аристотель снова говорит, что вернемся. Да, благо – это цель. И мы помним, что четвертая причина, целевая причина – это высшая причина. Для врачевания – это здоровье, для военачальния – победа, для строительства дом и т.д. А для всякого поступка и сознательного выбора – это цель, потому что именно ради нее все делают, все остальное. Поэтому если для всего, что делается, есть некая цель, она-то и будет благом, осуществляемым в поступке. А если таких целей несколько, то, соответственно, и благ несколько. И так, избрав другой путь, рассуждение приходит все к тому же. Однако надо постараться прояснить это еще более. Вы видите, это ведь повтор с самого начала. Но в самом начале ход был прямо противоположный. У нас была иерархия искусств, так как было различие. И, следовательно, у нас была высшая цель, которая представляется высшим благом, потому что всякая деятельность направлена на благо. Теперь происходит несколько обратное. Аристотель говорит, так как каждое искусство преследует определенную цель, то мы можем назвать эту цель благом. И это благо и будет тем, ради чего существует это искусство. Поскольку целей несколько, а мы выбираем из них какую-то определенную, например, богатство, флейты и вообще орудие, как средство для другого, постольку ясно, что не все цели конечны, то есть совершенны. Да, одна цель может служить другой цели. А наивысшее благо представляется чем-то совершенным. Следовательно, если существует только какая-то одна совершенная и конечная цель, она и будет искомым благом. Если же целей несколько, то искомое благо – самое из них совершенное, то есть конечное. Да, вы снова видите, было в прошлый раз, если мне не изменяет память, предположение о том, что если, значит, высших благ несколько. Что если высшее благо для каждого свое, да? Но Аристотель, с одной стороны, прекрасно понимает такую возможность, возможность такого возражения, а с другой стороны, прекрасно понимает, как с этим возражением покончить. Там есть разнообразие, есть иерархия. Даже если мы признаем, что существует несколько высших благ, одно из них все равно будет лучше, чем у остальных. Получается, что высшее искусство определяет, какое из благ является высшим? Аристотель сказал, что высшее искусство служит высшему благу, и так мы определяем высшее искусство. То есть, если мы знаем, какое благо высшее, тогда мы знаем, какое искусство высшее, потому что оно его достигает. А если мы не знаем ни того, ни другого, как мы найдем? То есть, если бы мы знали что-то одно из этого, мы могли бы сопоставить понятно именно поэтому аристотель такой приземленный аристотель говорит давайте мы посмотрим на всю совокупность имеющихся искусств и соответственно цели которые не преследуют вот когда мы на всю совокупность смотрим у нас появляется разнообразие исследовательная иерархия и следовательно мы можем увидев все разнообразие искусств и все разнообразие целей четко понять какое из них находится выше то есть не получится так что что мы находимся просто в неведении, что мы сидим в пустом космосе. Нет, перед нами миллион практик. Мы просто должны начать сравнивать эти практики друг с друг. Более того, вы же помните, ход это два, то есть эристофер говорит, можно просто последовать за толпой и спросить у людей, какие искусства считаются наиболее престижными. Очевидно ведь, что так как каждая деятельность стремится к благу, то та деятельность будет более престижной и более уважаемой, которая стремится к более высокому благу. Между врачом и канализационным аквалангистом, которого мы сегодня обсуждали, простая и понятная иерархия. Не будет такого человека, который скажет, что канализационный аквалангист занимается более великим делом и стремится к большему влагу, чем стремится врач. Хорошо говорит Аристотель? Давайте мы возьмем общественное мнение и посмотрим, какие искусства претендуют на то, чтобы быть искусствами искусств. Их всего три. Вот у нас теперь список из миллиона сократился до трех. Давайте мы рассмотрим, в чем их претензии и в чем, собственно, заключается искусство. И мы выясняем, что политическое искусство – это высшее искусство. И, следовательно, цель политического искусства – это высшая цель. А что счастье для экономиста? Деньги. Но в этом-то и проблема. Деньги сами по себе не могут быть счастьем. Деньги – это инструмент для достижения счастья. Поэтому экономика не может быть искусством искусством. Конечно. Да. Обсудим, почему политика является искусством искусства, не философия, хотя философы являются сверхчеловеком, который может жить. Очень простой ответ. Эта книга имеет целевую аудиторию, и эта целевая аудитория не философа. А в политике мы читали только начало первой книги, а в последующих историях будет это как-то обсуждать? Практически никогда нет, потому что политика – это книга, которая тоже имеет совершенно другую целевую аудиторию. Цель, которую преследуют саму по себе, мы считаем более совершенной, чем так, которые стремятся как к средству для другого. Причем цель, которую никогда не избирают как средство для другого, считаем более совершенной, чем цели, которые избирают как сами по себе, так и в качестве средств для другого. А, безусловно, совершенной называем цель, избираем его всегда саму по себе и никогда как средство. Да. Теперь Аристотель дает другой ход. Давайте говорить не об искусствах и иерархии искусств, а поговорим о целях и иерархии целей. Перед нами миллион целей, и мы очень просто можем разделить их на две группы. Цели, которые нужны для других целей, то есть вы учитесь, вы хотите получить диплом, чтобы пойти работать. И цели, которые не нужны для других целей. Например, вы хотите быть здоровыми, точка. Как бы теоретически уже там никакой другой цели за этим нет. Когда мы получаем цели, которые не являются подспорьем для других целей, мы снова можем сравнить оставшиеся и сказать, бывает ли такое, чтобы вот эти цели, которые являются результатами других целей, сами могли служить опорой для следующих целей. По идее, мы хотим быть здоровыми, точка. Но, очевидно, есть такая ситуация, когда мы хотим быть здоровыми, чтобы. Поэтому здоровье не может быть высшей целью. То же самое касается богатства, но это просто. То же самое касается мудрости, например. Или чего-нибудь еще, да, там, прозорливости. Но есть такая цель, дальше которой, в принципе, нельзя двигаться. И это цель счастья. Принято считать, что прежде всего такой целью является счастье. Да, заметьте, это принято считать. В который раз вам повторяю, Аристотель все время указывает на то, что он обсуждает общепринятые общественные мнения. Ведь его мы всегда избираем ради него самого и никогда ради чего-то другого. В то время как почет, удовольствие, ум и всякая добродетель избираются как ради них самих. Ибо на каждом из этих благ, пусть из него ничего не следует, мы бы все-таки остановили выбор. Так и ради счастья, ибо они представляются нам средствами к достижению счастья. Да, все цели сами по себе, кроме счастья, могут служить цель счастья. Счастье же никто не избирает ни ради этих благ, ни ради чего-то другого. Да, счастье – это высшая цель, потому что она финальная. То же самое получится, если исходить из самодостаточности. Снова автаркия, помните про автаркию. Потому что совершенное благо считается самодостаточным. Только тот достиг самодостаточности, кто имеет благо, соответствующее самодостаточности. Ну тогда у нас получается, что у нас одно благо, абсолютно безусловно, это счастье. Потому что ум можно использовать в правильное достижение счастья. Ну да, об этом Аристотель и говорит, конечно. То есть у нас только одна цель является финальной целью. То есть у нас есть счастье, есть все остальное. И есть иерархия. Естественно, они там не все равны. То есть у нас не пирамида, где одно основание и вершина. А у нас иерархия. Эти цели абсолютно различно находятся в разном расстоянии от счастья. Грубо говоря, более счастливы вы тогда, когда вы, например, здоровы, а не богаты. Ну, понятное дело... Вы можете позволить себе 6-7 лет поменять. Но он все равно умеет. Не-не-не-не-не-не-не. Если вы при этом еще и здоровы, то очевидно, что вы, конечно, находитесь ближе к счастью, чем просто здоровы или просто богатые. И просто богатство может вернуть вам здоровье. А если вы будете просто здоровы... Нет, а если вы... Нет, уже тот факт, что вы говорите, что просто богатство нужно для здоровья, означает, что просто богатство стоит ниже, чем здоровье. Вы ведь точно не... Не-не-не-не-не. Вы не можете использовать здоровье, чтобы стать богатством. Следовательно, здоровье стоит выше, чем богатство. И Аристотель ведь решает эту проблему как? Мы все стремимся не к реальному благу, а к каждому благу. Действительно, есть такие сумасшедшие, которые продают свои почки, чтобы заработать 300 долларов. В моем детстве особенно это было популярно. Потому что доллар был гигантский. На 300 долларов, на тысячу, на три можно было квартиру в Москве купить. 3 доллара или 3 тысячи? 3 тысячи долларов. Поэтому 300 баксов это уже были гигантские. Так вот, даже тогда на таких людей смотрели и показывали пальцем. Это так поступает безумцем. Ты разменял более высокое благо на более низкое. Да, на это смотрят все остальные, для которых высокое благо – это поразвлекаться, поездить. Нет, даже у них хватает фроносиса понять, что здоровье стоит выше, чем… А мне кажется, что такое фроносис? Значит, мы уже никогда не дойдем до объяснения, что такое фроносис. Но я уже коротко говорил об этом и готов повторить. Добродетель предполагает некое знание. Но знание само по себе недостаточно для того, чтобы поступать добродетельно. Фроносис буквально переводится как «практическая мудрость» или в современных переводах «способность суждения». Фроносис отвечает за то, чтобы вы понимали, какое именно ваше действие в каждой конкретной ситуации будет добродетельным. Представьте себе, мы это в прошлый раз оптверждали, военного. Добродетель войны – это мужество. Мужество – это способность преодолеть страх смерти. Следовательно, мужественное поведение будет выглядеть как бросок в атаку. Человек побежал встретить, да? Но если у солдата приказ не в атаку идти, а сдерживать наступление до часа Х, а потом организованно отступить. Отступление ведь не выглядит мужественным поступком. Как мы понимаем, какое отступление мужественно, а какое нет? И за это отвечает Фроносис. У нас был добродетель чувства юмора. Я уверен, что у вас есть компании одного уровня и есть компании другого уровня. В компаниях уровня пониже вы можете позволить своему чувству юмора быть более плоским и более пошлым. А в компаниях более высокого уровня, естественно, шутки про гениталии уже не проходят. И они даже появляться не должны. Не то, что никто смеяться не будет. Может, и будут. Но лучше точно не надо шутить. И вот с помощью чего вы можете понять, когда, в какой ситуации вы можете пустить пошлую шутку, а в какой ситуации не можете? И Аристотель называет эту способность Фроносис. Понятие самодостаточности мы применяем не к одному человеку, ведущему одинокую жизнь, но к человеку вместе с родителями и детьми, женой и вообще всеми близкими и согражданами. Поскольку человек по природе существо общества. Это ровно то, что мы читали в политике 12.52b.25, 12.53a.1. Там в политике Аристотель говорит, что существуют самодостаточные люди, живущие вне коллектива. Но это сверхлюди. Целевая аудитория здесь вообще не позволяет об этом говорить. Политику не надо знать, что существуют такие люди, которые могут существовать вне политического. Именно поэтому Аристотелю приходится сказать, что состояние автаркии – это только политическое состояние. В политике он говорит, что состояние автаркии достигает только государство. Но вы должны помнить, что полис – это не государство, это страна. Но здесь надо принять известные ограничения. В самом деле, если расширять понятие общества до предков и потомков и до друзей наших друзей, то придется уйти в бесконечность. Но это следует рассмотреть в своем месте. Так и будет сделано. Аристотель выполнит это свое обещание. Да, значит, мы говорим себе, что только политическое общество является автаркичным и самодостаточным. И, соответственно, только человек внутри политического общества может испытывать эту самодостаточность. Стоит вообще справедливый вопрос – а что такое общество? И если вы на улице спросите, значит, старичка, что такое общество, он вполне попытается вам ответить. Ну, естественно, это я, а также все мои друзья, а также вся моя семья. Вот мы вместе образуем некое общество. Или там все граждане. Это гражданское общество Российской Федерации. Почему нет? Тоже все общества. Ассортель говорит, круто, это хорошо и замечательно. Но, а как насчет мертвых граждан? Они ведь все равно граждане, правильно? Вот у них свидетельство есть о рождении, есть о смерти, свидетельство о паспорте сохранились. Они в этих самых, во всех официальной документации присутствуют. Они тоже часть общества? Нет. Понятно, если вы говорите, что общество – это ваша семья и ваши друзья. А вот кому-то повезло, и кто-то из ваших родственников с вашей друзей уехал за границу и там остался жить. Они все еще часть общества? Другого. То есть не вашим. А если они российский паспорт сохранили? Общество нужно жалеть, что жалеть. Вот об этом Аристотеле говорит. То есть мы не можем растягивать его в бесконечность и говорить, что общество – это все, кто жили, живут и будут жить. Потому что тогда у нас никогда не получится автарки, у нас никогда не получится достигнуть счастья. Но смотрите, очевидно, мертвым все-то как-то не очень хорошо. Или, скажем, ваш родственник уехал в страну, которая оказалась не очень хорошей страной, и ему там не очень хорошо. Автаркичное сообщество или автаркичное общество – это общество полноценное. И автаркичный человек – это человек полноценный и в этом смысле счастливый. Но как вы можете быть счастливым, если вы знаете, что вашему родственнику плохо? 99,9% ваших родственников мертво, им точно не хорошо. Им точно не плохо. А этого мы не знаем. Мы не знаем. Вот, хорошо, хорошо. То есть и Аристотель задает вопрос, а как вообще с этим быть? Смотрите, в каком смысле им может быть нехорошо? Им может быть нехорошо в том смысле, что за их могилами, например, никто не ухаживает. Их не почитают как предков. Банально, потому что уже некому. Нет, смотрите, представьте, что вы умерли, и как бы душа ваша осталась существовать. Вот вы в Аиде. Представьте, что вы даже в раю. И вы следите за своими потомками. Ну, во-первых, Аристотель, может быть, так и не мыслит, но так точно мыслит целевая аудитория. Представьте, что вы та самая душа в Аиде, и вдруг вы выясняете, что ваши потомки больше не помнят вас, не ценят вас и не уважают вас. Не имеют вашего культа. Разве это не расстраивает? Круто, они не страдают от того, что вы их положите на плохо. А вот теперь они автоматически страдают. Потому что если вы растягиваете круг вашего сообщества до мертвых родственников, и родственников настолько мертвых, что вы не можете их уважать, то, очевидно, они страдают от этого. Но как вы можете жить счастливо, если рядом есть страдающие родственники? Ну ладно, а всем живут мы можем называть общества? Нет, конечно, речь идет только о людях. Не имею в виду живых людей? Нет, все они не составляют общество, речь идет о государстве или о стране. Но всегда думайте о конкретном человеке. Вот у конкретного человека действительно могут быть родственники за границей. Ну, смотрите, сейчас как бы геополитически будет другая картина, и сейчас мы можем, наверное, говорить, одно большое информационное общество. Ну, все планеты, все кто там как-то... Тогда нет, тогда они были более... И сейчас мы можем говорить информационное общество. Мы можем, наверное, со всеми, я уже себя буквально не... Это правда, но вот там ребенок умирает сейчас от голода в Африке. Вы как себя чувствуете? Хорошо? А если бы ваш родственник умирал от голода в Африке, чувствовали бы себя хорошо? Я чуть-чуть плохо себя чувствую, потому что ребенок умирает в Африке, но это не совсем приятно. А если я вам скажу, что он не один, а там их 10 тысяч? То есть, если вы реально такое чувствуете, то вы, говорит, это Тунберг, и вы, значит, где-то там рыдаете, отрезаете себе руки и требуете немедленно восстановить социальную справедливость в мире. Знаете, ты слышишь, что нет, но как бы какое-то соцветание же действия. Аристотель коснется этого вопроса в свое время и обсудит его детально в свое время. Главное, что он выполнит это свое обещание. В отличие от Сократа, помните, Сократ очень любит не выполнять этих обещаний. Здесь мы полагаем самодостаточным то, что одно только делает жизнь достойной избрании и ни в чем не нуждающейся. А таковую мы и считаем счастьем. Итак, счастье, мы можем уже видеть предварительное определение, счастье – это хорошая и беззаботная жизнь. Видите, здесь ни в чем не нуждающийся и самодостаточный. Здесь все, большая часть того, что сказано, здесь все только для аудитории. Но, когда мы знаем это, мы, естественно, можем вернуться к тому, что мы уже знаем и так. А именно о том, что, вообще говоря, конечно же, жизнь философа предполагает досуг, и уж точно он ни в чем не нуждается, и ведет жизнь хорошую. А, во-вторых, беззаботная и хорошая жизнь – это жизнь, очевидно, близкая к богам. Боги уж точно ведут беззаботную жизнь, у них уж точно не может быть проблем. Кроме того, мы считаем, что счастье больше всех благ – достойное избрание, но в то же время не стоит в одном ряду с другими. Иначе счастье, разумеется, делалось бы более достойным избранием с добавлением даже наименьшего из благ, потому что добавлением создается перевес в благе, а большее из благ всегда достойнее избрания. Итак, счастье как цель действий – это, очевидно, нечто совершенное, полное, конечное и самодостаточное. Да. То есть, Аристотель решает еще одну проблему – мудрец счастлив, но богач счастлив и богат. Значит ли это, что богач более счастлив, у него больше блага, чем у мудреца? Аристотель говорит – нет, 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 это так не работает. И мы можем привести математический пример, который бы четко отражал и имел в себе соответствующий параллель. Сколько бы вы не прибавили к бесконечности, все равно будет бесконечность. Сколько бы вы не прибавили к счастью, все равно будет счастье. Таким образом, у вас не может быть больше счастья и меньше счастья. Либо вы достигли его, либо нет. Впрочем, называть счастье высшим благом кажется чем-то общепризнанным. Но непременно нужно отчетливее определить еще и его суть. Может быть, это получится, если принять во внимание назначение человека. Назначение, вы видите, наш переводчик абсолютно правильно добавляет оригинальный термин «эргон» – труд или дело человека. Точно так же, как у свиньи, которую мы обсуждали в прошлый раз. И для присутствующих я задно напомню эту простую логику. Телеология подразумевает, что у всего существующего, естественно существующего, про искусственно существующие мы не говорим. У всего естественно существующего есть своя собственная цель. Одна цель. Эта цель сформирована природой. Природа ничего не делает напрасно, природа все предусмотрела и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, это нечто, это живое существо становится полноценным и хорошим только тогда, когда оно способно реализовать свое назначение, свое дело, свой труд. Только когда оно достигает своей собственной цели. Вы можете смело спросить меня, в чем цель свиньи? И Аристотель, и я должны будем вам ответить, что цель свиньи – стать беконом. Поэтому, иными словами, посмотрим на это с точки зрения современной биологии. Существует такая штука, как пищевая цепочка. Эта пищевая цепочка, естественно, сформирована, никто в нее не вмешивался. И на вершине этой пищевой цепочки находятся высшие хищники и высшие всеядные. Там медведи, тигры, львы, киты и мы с вами. Они наверху, потому что на них уже никто не охотится, они ничья жертва. Они высшие хищники и высшие всеядные. Вся цепочка в ней же, следовательно, существует для них. Начиная там от каких-нибудь бактерий, которые разлагают труп, чтобы трава могла расти. Затем, чтобы эта трава выросла, ее могло съесть травоядное. Затем, чтобы это травоядное было съедено хищником или всеядным. Было возражение, которое кажется мне хорошим, но в то же время легко опровергаемым. А именно, что тигр может съесть человека и вообще высший хищник может съесть другого высшего хищника. Я могу добавить, что человек может съесть тигра. Это уже было сделано и, наверное, не раз. Но тут добавляется второй шаг. Человек стоит выше всех остальных животных, потому что у него есть то, чего у всех остальных животных нет. Третий отсек души – мыслительная душа. Соответственно, на этом естественном разнообразии высших хищников и высших всеядных есть все-таки иерархия. И это иерархия по отношению к разуму. И таким образом, если мы на вершину этой иерархии ставим человека, мы вынуждены признать, что все вообще живое, потому что вся пищевая цепочка до этого, естественно, живая, служит и существует для человека. Нет. Все равно, что у нас остаются индуценты, для которых все. Вы имеете в виду грибы и бактерии? Нет, я не знаю, 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 я не знаю. Но, в случае, как бы он ни был замечательным, классным, клевым, иногда бил он греб. Круг жизни, о котором мы тут говорим, он ведь вечно вращающийся. То есть бактерии снова произведут питательные вещества, снова вырастет трава, ее снова поедят травоядные, их снова поедят хищники, их снова поедят люди. Чтобы выключить человека из этого круга жизни, мы добавляем сюда мыслительную душу. Как животное, как биологический состав, человек действительно может вернуться обратно в землю. Но как мыслящая душа, он уже не подчинен ничему, кроме, быть может, того самого перводвигателя. Но перводвигателю все равно, перводвигатель никого не подчинял. Поэтому вся вселенная находится в наших руках. Мы, как мини-перводвигатели, не имеющие связь с гигантским перводвигателем, имеем в себе наследием все, что этот перводвигатель создал. Нет, с точки зрения аристотеля, конечно. И, соответственно, нам никуда не деться от того, чтобы быть вершиной всякой цепи. И, соответственно, объявить все существующим ради нас. Я вам вчера предлагала посмотреть на этот вопрос исторически. Какой промежуток времени мы на вершине цепи? Это первое. И второе, вы говорили о том, что нет этого бытия, есть постоянное становление. И сейчас человечество занимается тем, что создает нечто, что будем на вершине цепи. Я про искусство людей. Да, я вас понял. Первое замечание. До тех пор, пока человека не существовало, мы все равно могли построить иерархию. А до тех пор, пока он существовал? Нет, а с тех пор, как он существует, он на вершине. Тут никаких вариантов нет. Второе. Если человек сможет создать что-то дальше себя, чистый разум, да, не и-и, а чистый суперразум, Аристотель бы сказал, что, конечно, не сможет и делать этого не надо, потому что тогда мы предположили бы, что человек является второстепенным, что он не есть вершина. То есть мы сами себя поставили бы на место средства к чужой цели. Поэтому никаких и, я надеюсь, не будет. А если будет, то будет эта самая война. И восстанут машины, там будут вот все. А что вы сказали насчет того, как человек появился? До того, как человек появился, мы все равно могли построить иерархию. Была пищевая цепочка, и на вершине пищевой цепочки были высшие хищники и высшие всеядки. Но как только человек появился, он стал вершиной всего. Для Аристотеля, естественно, это не так, потому что человек-то не появлялся. Аристотель бы сказать, откуда человек появился? Надо, наверное, читать другие трактаты о частях животных и о душе, чтобы понять. Но вообще, конечно же, человек не появлялся. Он всегда был? Да. Наследники Аристотеля, арабские последователи-фальсофы или арабские мыслители в целом, вечно будут спорить об одной простой проблеме. Мы следуем Корану и говорим, что мир создан Богом, или мы следуем Аристотелю и говорим, что мир всегда был. Вариантов других нет. Аристотелю незнакома ужасная эволюционная, злая эволюционная теория, но даже эта злая эволюционная теория говорит все равно, что мы на вершине. Да, мы на вершине, но это... Как вы этим фактом опровергаете то, что нет у свиньи цели стать беконом? Еще раз, она встроена в пищевую цепочку. Это просто голый факт, если человек... Ну так ее цель это просто голый факт. Ее цель быть пищей для другого, для более высшего хищника или высшего всеядного. Но если лучшему человечеству, они могут до сих пор определиться, что есть мысль человеческой жизни... Аристотель определился. Это Аристотель определился. Нет, ну мы же по Аристотелю обсуждаем. Ну, почему бы, чтобы вы мне поделились? Ну, а я поделились. Нет, смотрите, Аристотель это же лучший ум. Аристотель, а можно еще не позиция Аристотеля? Стараюсь, да. Я все-таки, ну, против. Я понимаю, но Аристотель это же один из лучших умов. Один из? Да, значит, как минимум он точно определился. Который когда-то считал, что Солнце крутится в целом, как к семье, правильно я понимаю? Аристотель никогда так не считал. Ну, вот, кстати, надо подумать вообще, но, скажем так, греческая наука была гораздо более развита, чем кажется на первый взгляд. Насколько это было возможно, да? Надо подумать, считал ли Аристотель, когда стало понятно, что Земля круглая, наверное, уже после Аристотеля. Да. Ну, это так важен, цель жизни, солнца, как поле в висяк. Да. Вы хотите сказать, что так как наука при Аристотеле не была развита, мнение Аристотеля не очень валидное. Мне хочется как раз сказать прямо обратное. Тот факт, что мы знаем, что Солнце не вращается вокруг Земли, ничего не дает нам, как людям. И это абсолютно пустое знание. Нам, как людям, дает знание о цели человеческой жизни, о добродетели, о счастье, о политике. Я этот пример не привела в сторону, что... Нет, ну вы... я понял, почему. Что если он в этом ошибался, то и в этом... Да. Почему он в этом ошибался? Конечно, конечно, конечно. Никто же... Нет, мы этим взглядом насчет женщин. Вы говорили, что политика всегда на большинстве. Как может в здравом уме человек просто половину человечества отсечь вообще в какое-то дно? Наоборот. Если вы читали политику, вы знаете, что Аристотель как раз не отсек, а добавил. Ну, в смысле, добавил. То, что она может там жить как животное его примущее? Нет, наоборот. Он-то как раз оказался чемпионом. То есть его взгляды на этот вопрос, который мы сейчас не обсуждаем, потому что на политику читать, настолько прогрессивные, что вообще диву даешься, что не убили сразу, а удалось сбежать. Хорошо. Да. Мы говорили, ну, Аристосель говорит о трех типах души. И ведь когда он говорит о душе, он, скорее всего, разумевает, но душа не в крестьянском понятии. Конечно. Вот, я хотела уточнить, что именно разумевает, когда говорит о душе. Снова надо читать трактат о душе. Попадает воид, от нас ничего не интересует, как этиков и, да, нет, нет благочестия у Аристотеля в качестве добродетеля. Однако мы явно можем сказать, что существуют одушевленные предметы и неодушевленные предметы. То есть мы можем отличить живое от неживого. В живое входят три типа существ. Растения, животные и люди. Соответственно, мы должны понять, чем они отличаются друг от друга. Все они обладают душами, это очевидно, они одушевленные. Но все они ведут себя по-разному. Растения только растут. Растения говорят, вот у них только растительная душа. А ведь все растут, да? Которые отвечают только за то, чтобы мы достигли пиковой формы. Животные обладают еще одним образом движения, помимо роста. Они еще могут там бегать, да, менять свое положение в пространстве. А для человека есть еще и способность к этическому движению. Соответственно, понятное дело, что вот эта особость человека и определяет особость его души. Ибо подобно тому, как у флейтиста, воятеля и всякого мастера, да и вообще у тех, у кого есть определенное назначение и занятие, собственно, благо и совершенство заключены в их деле. В их труде, да. Точно так, по-видимому, и у человека вообще, если только для него существует определенное назначение. Итак, благо и совершенство заключены в труде во всех искусствах. То же самое касается и труда человека. Счастье – это лучшее состояние для человека. Но в чем же заключено это счастье? В чем это благо? Как отличить хорошего мастера искусства от плохого мастера искусства? По результатам. По результатам его труда. Следовательно, если мы узнаем, в чем заключается специфический человеческий труд, то мы сможем отличить хорошего человека от плохого по результатам этого труда. Но уже сходу мы можем сказать, что счастье, заключающееся в неком труде, будет означать счастье, заключающееся в неком действии. Давайте я слово действие уберу, потому что оно для целевой аудитории, и сохраню слово труд. И скажу не просто в труде, а в специфический человеческом труде. И мы возвращаемся к вашему вопросу о душе. Что специфически человеческого в человеке? Следовательно, какая деятельность является специфически человеческой? Этелектурной. Следовательно, кто может быть счастлив, делая человеческое дело? Филосы. Просто и понятно. Из этого следует, очевидно также, что не каждый может быть счастливым, потому что не каждый может делать дело человека хорошо. Даже тот, кто пытается думать, думая плохо, думая некачественно, не может быть счастлив. Труд не гарантирует результата труда. Мы вернемся обратно в политику и заменим труд на действие. Специфически человеческое действие – это моральное действие, нравственное действие, добродетель. Аристотель свяжет это с ранее сказанным о том, что политический человек желает чести. Чести от хороших людей, от добродетельных людей, у которых в чести добродетель. Добродетель – это действие, скажет Аристотель, и круг запрется. Специфически человеческая деятельность – это специфически политическая деятельность. Поэтому человек – это животное политическое. Специфически политическая деятельность – это поиск чести, добродетель и стремление быть добродетельным. Опять же, нравственный добродетель или моральный добродетель и стремление быть морально добродетельным. Политика и мораль – это абсолютно одно и то. А почему, например, в современном мире постоянно говорим о том, что политика – это грязная штука? Значит, о том, что политика – это грязная штука, знает уже Сократ. Помните, в «Апологии» он говорит, вот если бы я в политику пошел, меня бы убили уже давно, да? Но мы ведь говорили с вами о парне, с вами еще будем об этом говорить, я имею в виду в прошлый раз, который перевернул представление, который создал политическую науку современную. И он ведь, когда ее создавал, с одной стороны, полностью опирался на Аристотеля, а с другой стороны, полностью отрицал классиков. Помните? Вчера обсуждали его в Макеаверде. Вот, а мы эти старичи, опа, напридумывали всяких идеальных государств, надо отталкиваться от того, как есть. Ответить на ваш вопрос можно следующим образом. Чем дальше мы уходим от античности и чем ближе мы пододвигаемся к современности, тем дальше наука отделяется от философии. Философия объявляется ненаучной, а наука объявляется нефилософской при этом. Потому что она не слишком эмоциональна? Потому что философия оперирует терминами такими, как человек, с донаучным знанием. То есть сейчас мы не можем сказать, что философия – это наука наук в силу прогресса? Сейчас мы не можем сказать, что философия – это наука наук, потому что философия мертва. Мертва явно не может быть наукой. Но она умерла именно поэтому. Как же постмодерны, вот эти все штуки? Ну так постмодерна и родился от того, что она умерла? Не совсем так. Давайте не будем уходить в это. Я, может быть, на перерыве, если вам интересно, попробую. Если моральное поведение или политическое поведение имеет дело в измене разницы, можно ли бы сказать, что при смене, условно, возможно, я не правильно ставлю вопрос, но при смене политического строя, причем радикальной смене политического строя, должен ли моральный человек моментально переобуваться и начинать действовать так, как новый политический строй ему ведет действие? Абсолютно верный вопрос, который Аристотель вынужден будет обсудить. И, несомненно, на него он должен будет ответить. Это серьезнейший вопрос, действительно. В политике Аристотель скажет, и здесь, по-моему, тоже скажет, что очевидно, что каждый строй ведет к созданию и поддержанию определенного типа человека. Демократический к демократическому человеку, а олигархический к олигархическому и так далее. И встанет строгий вопрос. Хороший человек и хороший гражданин – это одно и то же. Так ли это? Аристотель ответит, нет, только при идеальном режиме. Хороший человек и хороший гражданин – это одно и то же. Тогда встанет второй вопрос. Какой режим ближе всего к идеальному? И, соответственно, какой тип казахстанина ближе всего к хорошему человеку? И тогда встанет еще один вопрос. Как быть, если вы хороший демократический человек при олигархии или при тирании? Ответ Аристотеля, кажется, содержится в его представлении об идеальном государстве. Идеальное государство – это государство посредственностей. Одним из свойств посредственности является конформизм. Хороший человек – это хороший гражданин при любом режиме. Потому что он знает, как себя вести в той или иной ситуации. Не только поэтому. Потому что он знает, что главный доброведитель режима – это справедливость. А справедливость – это законность. И, следовательно, он следует законам своего режима. Вы когда-то очень давно приводили пример на паре с гражданином, который сначала уже в Вейберской республике и испытал законы. Потом, который начал видеться с Германией и там и испытал законы. Но вы, в принципе, согласны с тем, что это определенная справедливость? Вы можете сказать, что это хороший гражданин? Он хороший гражданин? Да. Это плохой демократ, если он допустил такое и не восстает. Он плохой человек, скажем так. Он посредственный. Но с точки зрения Аристотеля все по-настоящему хорошие люди находятся вне политики. Поэтому вопрос о политике – это вопрос о стабильности, о цивилизации, о чем мы с вами уже говорили. Но чтобы цивилизация была богатой и стабильной, она должна быть наполнена людьми, которые следуют законам. Она должна быть наполнена посредственностями, добродетельными людьми. А если могут цивилизации, как в случае с нацистской Германией, идут вообще в какую-то сторону? Не имеет никакого значения. Хороший гражданин всегда хороший гражданин. То есть благополучная экономическая нацистская Германия имеет место быть, потому что там ее экономические блага могут позволить существовать философам, которые… Например, да. Точно так же, как может быть и любое другое. Философу-то все равно. С точки зрения философа, который понимает, как выглядит идеальный режим, любой режим одинаково далек от идеального и одинаково плох. Потому что они одинаково плохи, рано или поздно провалятся. Потому что они одинаково далеки от идеального режима, да. Как видите, для разной связи с терапией, потому что… Ну, тут я могу прибегнуть к гопсовой защите и сказать, что разница между демократией и тоталитарным режимом, да, там, каким-нибудь настолько мала, что ей можно пренебречь. Хорошо. Аристотель действительно строит иерархию. Помните, как она выглядит? Три типа режимов. Из них три хорошие, три плохие. Сразу выкинем три плохих, а один плохий. Хотя в иерархию они встраиваются, да? Значит, это царство, аристократия и политея. Политея – это идеальный режим. И, заметьте, царство может быть идеальным режимом, должно быть идеальным режимом. Да. Но оно не может быть идеальным режимом по причинам, которые мы сейчас не будем обсуждать. Следовательно, у нас остается выбор, как бы, между аристократией и царской властью. Аристократия говорит, существует сначала, он говорит, три, потом, говорит, пять видов царской власти. В зависимости от того, насколько она ограничена и насколько расширена. Ну, это вообще-то грацисты переравлялись на царство, еще к чему-то, что одинаково далеки. И, в общем, я думаю, все-таки разные вещи. С точки зрения этики, вопрос о режиме – это не вопрос о тоталитаризме и демократии. Это вопрос, вы выбираете блага и деградацию, или вы выбираете голод и добродетель. Что выше? Голод и добродетель. Тогда тоталитарный режим – это ваш режим. Мыслит ли философ так, как мыслите вы? Или мыслит ли Аристотель так, как мыслит вы? Это отдельный вопрос. Но Аристотелю повезло, он не знал о тоталитарных режимах. Но возможно ли, чтобы у плотника и башмачника было определенное назначение и занятие, а у человека не было бы никакого? И чтобы он по природе был бездельник? Аристотель, видите, все учитывают возможные варианты развития событий. А что, если у человека нет цели? Что, если всё случайно? Что, если мы живём в мире, который состоит из хаоса? И действительно, не то, что тигр может съесть человека, а даже свинья, как в известном фильме, может съесть человека. Как же быть? Если же, подобно тому, как для глаза, руки, ноги и вообще каждой из частей тела обнаруживается определенное назначение, так и у человека в целом можно предположить, помимо всего этого, определенное дело. Тогда что бы это могло быть? Два примера у Аристотеля. Искусство и части тела. Врачебное искусство и, соответственно, куча телесности. Искусств недостаточно в качестве примера, потому что искусства неестественны. Но части тела естественны, а при этом имеют специфический труд. Соответственно, мы можем предположить, что человек тоже, как составление этих частей тела, должен будет иметь специфический труд. Если вы хотите, мы уже этого делать не будем, сравните эту точку зрения с тем, что высказано в государстве. Государство 352D, 353Е. В самом деле жизнь представляется чем-то общим как для человека, так и для растений. А искомое нами присуще только человеку. Следовательно, нужно исключить из рассмотрения жизни с точки зрения питания и роста. Да, значит, теперь мы начинаем исследовать человека, говорим себе, растительная душа, то, что у человека и у растений, не имеет отношения к специфическому человеческому труду. Значит, питание, рост и, можем добавить, размножение, не имеет отношения к специфическому человеческому труду. Это очень тяжелый вывод для меня, как для человека, который любит питаться и расти, в смысле лежать на диване. Но, к сожалению, он такой. Следующий будет жизнь с точки зрения чувства. С точки зрения чувства, ну, хорошо. С точки зрения аппетита или желания. Следующая, с кем мы сравниваем человека, это животные. Является ли деятельность человека отличимой от деятельности животных, или у него все-таки только животная душа. Но и она со всей очевидностью то общее, что есть и у лошади, и у быка, и у всякого живого существа. Остается таким образом какая-то деятельная жизнь. Заметьте, Аристотель не говорит про третью душу и не делает вывода, который он должен сделать. Он останавливается на второй. Обладающего суждением существа. Причем одна его часть послушна суждению, а другая обладает и мыслит. Хотя и эта жизнь, жизнь разумного существа, определяется двояко. Следует полагать ее именно деятельностью, потому что это значение, видимо, главнее. Он говорит, что деятельность человека – это разумная деятельность, хотя ничего не говорит про третью душу. Он говорит, что она специфически человеческая. Но тут же начинает добавлять, что эта деятельность какая-то рассеченная на части. Если назначение человека – деятельность души, согласованная с суждением, или не без участия с суждением, причем мы утверждаем, что назначение человека по роду тождественно назначению добропорядочного человека. Да, то есть хорошего человека. Как тождественно назначение кефариста и изрядного кефариста. И это верно для всех вообще случаев. А преимущество в добродетели – это лишь добавление к делу. Так, дело кефариста – играть на кефаре, а дело изрядного кефариста – хорошо играть. Если это так, то мы полагаем, что дело человека – некая жизнь. А жизнь – это деятельность души и поступки при участии и суждения. Дело же добропорядочного мужа – совершать это хорошо и прекрасно в нравственном смысле. Итак, дело человека заключается в мышлении. Но мыслить можно как хорошо, так и плохо. Соответственно, дело хорошего человека заключается в хорошем мышлении. И мы полагаем, что каждое дело делается хорошо, когда его исполняют сообразно присущие ему добродетели. Если всё это так, то человеческое благо представляет собой деятельность души сообразно добродетели. А если добродетели несколько, то сообразно наилучший и наиболее полный и совершенный. Добавим к этому. За полную человеческую жизнь. Ведь одна ласточка не делает весны. И один тёплый день тоже. Иными словами, труд человека должен заключаться в актуальном труде его мыслительной способности, его логоса. Знать, в чём заключается труд человека, значит, знать, в чём заключается труд хорошего человека в применении разума. Сравните государство 433а. Но, говорит Аристотель, вот если я всю жизнь лежал на диване, а потом такой, о, да, и подумал что-то хорошее. Это что же, я стал добродетельным и хорошим человеком? Аристотель говорит, не-не-не-не-не, один раз не считается. Нужно, постоянно. Точно так же. Точно так же. Ни за один день, ни за краткое время не делают соблаженными и счастливыми. Да. Иными словами, благо для человека, труд – это выполнение труда человека хорошо, и выполнение его хорошо на постоянной основе. Мы сразу забежим вперёд и спросим себя, а что если ты раз оступился, и Аристотель вынужден будет создать целый раздел, посвящённый вопросу, может ли справедливый человек быть нарушителем закона? То есть, можно ли нарушить закон и остаться справедливым при этом? Так мы же в политике выяснили уже, что может, вернее, что вообще законность… Нет, эта этика посвящена людям пониже, чем то, о чём мы с вами говорили. И, если мне не изменяет память, второе замечание. Естественно, люди, которые не могут пользоваться своим разумом хорошо, не могут быть счастливыми. Из чего мы делаем простой вывод? Нет, дети не могут быть счастливыми, потому что дети, очевидно, не могут пользоваться своим разумом полноценно и хорошо. Дети выглядят для нас с вами, современников, самыми счастливыми существами, потому что они всё время радостные, весёлые, потому что у них хорошо всё время на душе, но они не знают проблем, грубо говоря. Ну, им же никто не рассказывает там про налоги, про медицину, про образование, про то, что надо работать, про ЖКХ. Соответственно, говорим мы, Аристотель утверждает, что счастье не заключается вот в этих душевных качествах, о которых мы думаем сейчас, когда говорим о счастье. Хорошо. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Ну, тогда не прижили дети к богам, ведь боги тоже, как бы, интересуют такие пустые вопросы, они не трудятся, они никогда не о чём не... Абсолютно нет, потому что, естественно, ключевое отличие богов, с чем люди связаны, это разум. У детей нет разума. Тогда бы вы могли сказать ещё более страшную вещь, а именно... Вы усилили, но я хотел ещё страшнее сделать усилие. Собака, которая встречает своего хозяина после долгой разлуки, выглядит самым счастливым существом на свете. Вы же не хотите сказать, что в этот момент она приближается к уровню богов и что боги выглядят примерно так же? Постарики. Постарики. Но они уже не в состоянии что-то делать, и то есть они... С точки зрения Аристотеля, как раз-таки взрослые, возмужалые и престарелые люди только и способны что-то делать. Но в целом, если вас деменция настигла, то, конечно, все уже понимают, что вы не можете воспользоваться разумом, и вы впали обратно в детство. Убивать детей из целиков, не чувство морального зазрения, оправдывает и тем, что у них нет разума. Но у них нет достаточно развитого разума, они не являются до конца аргумов. Речь не об этом. Во-первых, они, конечно, люди, да? То есть у детей есть потенция стать взрослыми, а у стариков есть уже за спиной реализация этой потенции. Речь немного о другом. Это значит, что для читателей этики, как для законодателей и для учителей законодателей, есть своя собственная целевая аудитория. И эта целевая аудитория не дети, не сумасшедшие и не старики, впавшие в деменцию.